Итак, всем привет, с вами Дабгайп. Продолжаем играть за Асаманскую империю Викторию 3. В прошлой серии у нас были прекрасные войны, во всех мы из них победили, остались в положительном балансе, с неплохим запасом, еще и инвестпул у нас растет прилично. За кадром я немножко тут постройки сделал, посмотрел, что нам как надо, и я решил сделать тайную полицию, давайте подумаем зачем, точнее объясню. Оно, смотрите, дает минус к влиянию за счет подавления, нам как раз таки нужно подавлять сейчас, ребят, если я правильно понял, как это описание работает, но я так полагаю, что правильно я понял, на 5% за каждый уровень будет лучше давиться. И минус радикализм политического движения. В сумме, я надеюсь, это позволит мне губернаторов задушить настолько, чтобы отменить впоследствии рабство. И по захватам, даже не знаю, чем мы сейчас будем заниматься, скорее всего будем марионетки, добивать. То есть я, видите, ухудшаю отношения со всеми здесь, иногда еще с Тунисом, вот. И буду сейчас не этим типы, с как раз таки протекторатов на марионетки, а марионетки аннексировать. Ну и параллельно будем, конечно же, экономически развиваться. Грамма, то есть у нас уже 51%, очень солидная. Хотелось бы мне повысить его выше, но пока детский труд мы хрен запретим. Ну и ладно, поехали. Мы тут, кстати говоря, апнули себе ведомство. У нас пассивно просто распространилась эта теха, и бюрократий стало еще больше. Тратить особо не на что. Ну, институт у нас есть, кстати говоря, вот на них и потратим. Я полицию не прокачал. Колониальное управление нам не сильно нужно, но, допустим, мы все-таки что-то колонизируем, так что толк от этого все равно будет. Ну, пока мы ухудшаем со всеми отношениями, давайте будем вот сюда вот захватывать территории. Этих ребят никто не должен защитить. Ну, хоть кто-то может и зайти, но войска сюда хрен кто пришлет. Так что поехали, начнем с них. И они просто отступились. Прекрасно, все бы так всегда. Когда я хочу, как минимум. И давайте продолжаем с другими странами делать примерно то же самое. А еще давайте сделаем вот это. У нас как раз бюрократии много. Можно включить все эти области в наш состав. И Хиржас тоже отступил. Отлично. Идем просто дальше. А вот это мне уже не нравится. Я бы предпочел не воевать с Россией из-за некого лохеджа. Но если они захотят, то они могут вернуть на территорию. Давайте-ка посмотрим, какие у них техи. Оценим их силу. У них все еще линейная пехота с мобильной артиллерии. У нас же здесь уже застрельщиков. Она будет посильнее. Единственное, мы все еще перевооружаемся немножко. Но в целом пройдет еще какое-то время. И это нормально будет уже. Ну что ж, Россия, Крыма не отступит уже теперь, да. Россия хочет возвращения Крыма. Ну что ж, я могу сказать, удачи вам с этим. И давайте добавляем дополнительные территории в наши требования. Ну вот так вот. Кубань, Большой Кавказ и Азербайджан. Вот эти три штучки. Соединим Крым по земле и плюс захватим будущую нефть. Войск там на самом деле уже не так много. Да, там еще дофига может мобилизоваться. Но это все мы уже можем пережить. Ну под конец, я думаю, мы туда направим войска. Здесь двигаются они достаточно быстро, поэтому не будем мобилизовываться раньше времени. Единственное, вот сюда мы уже отправим заранее нашу небольшую армию, потому что больше здесь и не нужно. Еще Аман поддержал. Блин, я бы знал, что они поддерживают. Я бы на вас оставил бесчестье. Слушайте, у них даже чуть-чуть еще будет. Ларистан. И 3-5. Господи, ну вот как раз. Аманск, Аманское побережье. Это, я надеюсь, вот это? Ну, вроде нет. Ну ладно, в любом случае, давайте. Британия объявила нам эмбарго, ну что ж. Ну ладно. Что у нас по всему? Давайте подстроим то, что у нас не хватает. По оружию давайте еще посмотрим. У нас все отлично. Тогда давайте достроим двигатели-красители, которые в минусе. Вооруженные силы, кстати говоря, любят наш закон. Это тайную полицию. И у них лояльность даже со средним финансированием задает нам бафы. Это тоже прекрасно. Россия собирается отправить две сотни батальонов в Лахедж. Блин, удачи вам, конечно, с этим. Вероятно, я желаю. Но подозреваю, что что-то не получится. О, интересная вещь. Ага. Парни от вот это убивают лидера интеллигентов. Тут нечего расследовать, согласен. Войная полиция не при делах. Точнее, никто не при делах. Это к оружию. Посмотрим, есть ли кого мобилизовать. Нет. Призывников я не мобилизую, пожалуй. Здесь мы пропушим. Здесь пускай нас атакуют. Здесь мы пропушим. Здесь нас не хотят атаковать. Но скоро доедет армия. Нескоро. Ладно. Давайте тогда вас перебросим сюда. И они захотят атаковать. Отлично. Потом контратакуем, когда они чуть-чуть потеряют войско. Так, давайте рассмотрим битвы. Здесь у нас просто, безусловно, кажется победа, но почему-то нет. А, я, кажется, понял почему. У нас вот эта армия здесь. А она берет свое начало вот здесь. И вот здесь есть некоторые проблемы с наймом в казармы. Здесь не хватает людей. Здесь не хватает офицеров. Любопытное развитие ситуации. Вот здесь все еще стоят аддикты на обучение и на компанию лучшей жизни. Я их там и оставлю. Окей, ладно. Здесь мы пробиваемся. Здесь нас сейчас атакуют. Здесь все шикарно. Здесь мы пробиваемся. Или нет. Как будто все-таки да. Но очень на тоненького. Ну вот, смотрите, нет, нет. Начинаем пробиваться. Там пишется, что нет. Но здесь мы видим правду, что да, мы пробились. Окей. Да, здесь у нас все-таки мэнповера нету в этой армии. А там освободилось. Давайте сюда на защиту. Я бы что-то еще сюда, возможно, перебросил также на защиту. Хотя, блин, честно говоря, они потихоньку по припасам должны вообще садиться. Хотя не сильно я и рейжу их, по факту, оказывается. Сложно что-то придумать с этими казармами. Вселенное у нас здесь просто не идет туда из-за офицеров. Ну, построим универ, сейчас посмотрим. Может, квалификация поднимется. Народ жалуется, что в Сербии живут лучше. Ничего необычного. Ну, я, конечно, хотелось бы сказать, что это ложь, но... Но баф как раз к рабочим я хочу получить. Так что нормально. Ну, здесь, да, они все продолжают нас атаковать. И все продолжают сливать свои войска. Здесь только надо, наверное, все-таки это отправить домой. И туда другую армию закинуть. Ну вот, слушайте, в целом, все-таки конвои потихоньку работают. На нас. Рейд конвоев, если быть точным. Несмотря на то, что... О, кто-то атакует из наших союзников. Видимо, марионетка. Валент, да, работает, работает. У них мораль просаживается потихоньку. Так что нормально. Говно-эвент. И случайно находка. О! Тайная полиция нашла невероятное сведение. О! Вы разверите-ка. Бафнуть еще вот так. Я не против. И вооруженно-силы подключусь. Займелся отношения с Австро-Ингрией. Да плевать вообще на них. Кстати, Австро-Венгрия появилась. Любопытное развитие событий. Вот, на этой армии давайте все-таки мы поездку сошлем домой. Она все равно здесь ничего не делает. А вот отсюда, пожалуй, какую-нибудь перебросим сюда. Даже наша марионетка сражается лучше нас. Кто у них? А у них даже нету нашего тихо... Здесь вообще линейная сражается. Забавно. У нас там образовался некоторый минус. Но это все потому, что бабки тратились не из пула. Теперь пошли из пула. Стало все сразу нормально. Ну вот здесь, смотрите, все стало получше. Даже... О, тайная полиция есть. Ее прокачать, но сначала перед этим, конечно, бюрократию надо подкачать. У нас нигде нету проблем с налогами. Так что качаем просто где получается. Тут уже фронт как будто сыпется. А видимо качаются уже люди просто-напросто. И не успеют они их восстанавливать. Ну для нас это определенно приятно. И мы уже неплохо так выкачиваем. Техи качалки поставил я теперь. Кому неплохо еще обустановили себе производство. ВВП у нас растет очень солидными скоростями. Фронт разделился. Из этого битв стало больше. И россияне теряют еще больше людей. Крыму они все так же пытаются нас пробить. Но видите, все это время здесь ничего не выходит. Можем посмотреть сколько здесь было битв. Я помню как-то можно было. Но уже, но я не помню точно как. Ну и ладно в целом. Это не сильно важная информация. Важно лишь то, что мы здесь побеждаем. И отсюда войска ушли. Можно уже сделать вот так и добить эту страну. Ага. Фронт хочет купить у нас Синай. Ну слушайте. Это конечно интересно все, но нет. Синай мы сами застроим. Давайте все таки уже и изучим его потихоньку. Параллельно будем застраиваться в бюрократии, чтобы во-первых вот этот минус покрыть, а во-вторых докачать у нас институты, потому что их много. Тут у нас лохер же все отлично. Забиваем уже. Еще и фронт разделился на три удобных участка для нас. Вот. В итоге за эту войну 5 миллионов потеряли. Ну по факту Россия потеряла 5 миллионов. Остальные почти ничего не потеряли. У них нет таких расходов. И Россия потеряла 260 тысяч погибшими. На самом деле цифры неприятные. Йемен готов, завоеван. У нас только что случилось с армией. Хороший вопрос. Разошла контр-затроллка от ИШК. Надо перебросить сюда срочно армию. А, я кажется понял. У меня генерал умер и у меня войска нет. Очень непонятно, но ладно. Забавный факт. Несмотря на то, что мы контролируем эти территории, мы в минусе. Вообще стоило бы сделать наверное еще вот так. А нет, вот Аман. Аманское побережье. Я нашел его. Я подозреваю это вот да, там. Окей. Высадимся туда. Ну и сейчас контр-атакуем Крым вернем, чтобы у нас варскор не капал слишком. Вы продолжаете здесь дефаться. Но, кстати, по всему мы все-таки захватили эти территории. Давайте продолжим. Аман добьем все-таки, чтобы он уже вышел из войны. И здесь мы территорию контролируем. Пожалуй, пора бы уже Россию капитулировать. Мы все цели войны заняли и держим их уже очень долго. И вот да, настало это время. Россия дал нам территорию. Супер. Потихоньку мы соединяем здесь нашу территорию. И с Крымом уже есть свободное соединение. Но хотите бы еще Черкесию и собственно говоря, Северо-Кавказский Имамат. Добавно, что Черкесия это протекол, господи, даже не варионетка, протекторат. Россия, Имамат просто независимо, но я подозреваю, что Россия будет его дефать. Вот. А мы можем начать вот этими странами заниматься. Эти страны могут поддержать варага. Господи, как вы мне надоели эти страны, я вам так скажу. Я бы начал с вот этих, потому что тут только Австроенгре за них может зайти. Точнее, только Австроенгре может добраться до них, если зайдет. Другие вряд ли. То же самое с Сербией и Валахией. И не забываем все включить в области. Несмотря на то, что у нас бюрократии нету, мы ее скоро достроим, так что нормально. Господи, какая-то непонятная чекня. Стрегательство коренного населения очень интересно. Ну давайте, вон, хотят войны, получат. Ой, мы тут поймали потрошителя, все как обычно. Специально мы заберем могилу. Кто это? Вооруженные силы неинтересно. Авторитет интересный. И пора попробовать такие страхования медицинские сделать, нам было бы полезно. Я надеюсь, к этому времени, как это все будет готово. Хоть как-то еще губернаторы в силе потеряют, но их все душем, они все держатся. Но опять-таки, вот этот пчел уйдет, будет отлично, потому что он соло дает просто здесь сколько? 25-30, 30% дает просто один человек. Ну и какие-то генералы тоже могут поумирать. И будет чуть попроще. А еще нам что-то с правительством сделать было бы тоже приятно, нам нужны профсоюзы либо суниты. Это сделать мы не можем. Следовательно, мы особо ничего делать не можем. Единственное, что мы еще сделаем? Поддержим профсоюзы и я вот понял, что можем выкинуть вооруженные силы и будет чуть-чуть получше. хотя бы так. Итак, тут у нас шансы утверждения. 64 тысячи я хочу потратить. 30% это очень много. Давайте хотя бы потратим это в самый последний момент. Итак, у нас метастрахование есть, это отлично. Теперь еще я понял, что мы полностью не используем наш инвестпул, он уже 270-280 тысяч, поэтому достраиваем еще строительные сектора и продолжаем здесь качать все прекрасные техи. А сейчас строим Академию Искусств, потому что у нас картины в цене. Обожаю какая-то картина в цене, мне так нравится их продавать. И мы исследовали советский перешейк, можно себе построить советский канал. Ну-ка, это у нас где? Вот здесь вот. Поехали. 20 недель. Теперь, пока мы не будем принимать законы, можно вернуться спаривая правительство, чтобы деколы у нас так не платились. Я бы вообще налоги понизил, но только не когда мы строим то, что из инвестпула не оплачивается. И вот советский канал готов. Никакого интернета эта тема не будет, просто построили и все. Ну, ладно. И давайте как будем идти вниз по голосам, чтобы попробовать дальше поддушить губернаторов. Они вот это не хотят, но вот сейчас вот этого они не радикализуются. И так будем попробовать по одному закону вниз дойти до всеобщего избирательного права. И тут мы уже их точно должны додушить. Так, пробуем анонсировать триполитанию. Италия может поддержать. Надеюсь, что не поддержит господи, они все хотят поддержать. Виталия, давай не надо. Испания, давай не надо. Я, конечно, все равно справлюсь с ними, но вот если они все втроем, тогда будет уже сложновато. Я высказками могу справиться. Но я бы получил столько много ресурсов не тратить, это то, чтобы просто триполитарий сделать единый. Это даже, да, аннексия. Потом еще с этими вот за варенетки, господи. Войны, конечно, будут еще те. Нужно подстроить флота, потому что у нас флот не такой, что и большой сейчас. 55 кораблей, а здесь корабли есть. Нам нужно все-таки получить точно преимущество на море, потому что здесь море очень много еще делает. И Австралия поддержала триполитанию. Неприятная ситуация. Очень неприятная. И слава богу, нет, но я чуть-чуть превысил бесчестие эти двиницы. Надеюсь, я переживу несколько месяцев, пока оно все упадет. Ну и пора перебрасывать сюда войска, да и туда тоже. Итак, все у нас идут сюда, прям бегут, я бы сказал. Начнется сейчас битва. И вот теперь мы можем сделать вот так. Потому что вот эти армии были здесь, но сейчас им нужно будет время, чтобы дойти туда-обратно. Да, так работают эти прекрасные битвы. В целом у нас все в порядке, здесь тоже сюда никто не перебросил войска. В скубочках Австралии не перебросил, так же норм. Господи, вот чуть-чуть бы дожить, но у нас бандит, господи, как неприятно. Неприятный перк. Здесь мы даем Австро-Венграм немножко об нас поубиваться, потому что вот эти парни капитулируют, окей будет. Кстати говоря, Австро-Венгры кинули сюда, видимо, да, армию. Давайте их немножко с этим обломим. И плюс попробуем здесь поперехватывать конвой, не уверена, сколько получится, но мы хотя бы попробуем. Давайте понанимаем еще адмиралов. Может еще какой-нибудь их торговлю под душем. И здесь будем пытаться продолжать продеваться. Они, кстати говоря, атакуют, даже не спешат подождать наши атаки, а мы подождем их. И вот на такой вот мотор-атаке сейчас подловим их. А здесь же нас продолжают атаковать, но я не против, пускай продолжают об нас убиваться. Мы успели выйти из сотки, так что нормально. Хотя отношения у нас в Франции ухудшились, они выслали наших дипломатов, но теперь, я думаю, все вернется на круги своя. Нужно только от бесчестия избавиться. Я все же решаю, что стоит нам мобилизоваться, чтобы закончить эту войну все-таки побыстрее и получше. Нам не хватает чисел именно много где. Наконец-ки мы приняли голосуют богатые. Теперь можно во-первых посмотреть, что здесь, здесь ничего не надо менять. Нам нужно вооруженные силы сделать повеселее. Для этого нам нужно какой-нибудь закон, который они хотят пробовать принять. Я пока таких законов особо, честно говоря, не вижу. Давайте посмотрим. А, но здесь тоже мы не посмотрим. Критика, цензура. Ага. Нет, не получится. Карт-вариантов у нас здесь особо нету, честно говоря. Сюда они тоже даже не хотят, но не логично им на это плевать. Кто-нибудь такое им тоже не интересно. Черт. Плюс бафа мы так просто не получим. Остаешься попробовать здесь побыстрее пробиться. В чем дело, у них просто еще осколочная артиллерия есть. Я то, что сразу не видел, но теперь уже заметил, там осколочная артиллерия. И все еще линейная пехота, но осколочная артиллерия все-таки неплохо бафует как раз урон вероятности убийства, но и в принципе дает 15 атаки. Здесь 20, но без особый баф на вот эти вот уроны. И плюс мы не успеваем восстанавливаться просто потому, что у нас людей меньше. Это неприятно, но надо продолжать продолжаться держаться и здесь в это время пробиваться. Потом перебросить эти вот уже резервы наверх. Так, я тут смог немножко развести австрийцев, чтобы они искать отсюда перебросили. Хотя я не развел это так просто повезло честно говоря. Ну и следует жестко перейти теперь здесь наступление чтобы хотя бы попытаться пробить эту провинцию. У нас все-таки шансы есть, здесь преимущество небольшое есть. Здесь кстати говоря сломался фронт и теперь они вот отсюда атакуют. Вообще я бы сделал знаете что вот так. Раз еще фишка. Если закончится война с Триполитанией будет считаться австрийский Каусбелли. И так как мы проигрываем Австрии в войне там то нам заканчивается войну с Триполитанией просто категорически запрещено. Налет на конвое я не могу высадиться. Уберт Паша. Ага я понял. Не могу сейчас это сделать. Слушайте но пробиться мы так особо и не можем. Надо забазить их видимо на атаку. И попытаться еще раз потому что у нас еще одна армия сюда подошла. у тебя битва за высадку. Здесь вот происходит вот такая вот фигня. В целом меня это устраивает. Сейчас мне дойдет этот парень сюда отправится вообще сюда. Сейчас мы здесь будем возвращать территории и здесь красить другие. И 200 австрийцев просто занимаются пока что херней. Единственное здесь вот я блин бачу их на атаку в скобочках сам еще атакую из-за того что нельзя просто взять и удобно всех переставить защиту. И вот опять возвращаем территорию которую они у нас оккупировали чтобы мы случайно не проиграли эту войну но и в то же время не даем им собственно говоря нас оккупировать но и не побеждаем чтобы камбэкнуть в войне вот здесь вот с Австро-Венгрией. нужно сначала выбивать Австро-Венгрию сто процентов до того как она заставит нас потом скорее всего капитулировать из-за того что контролирует эту территорию. И она перебросила из-за войска куда-то я видимо добился вот сейчас точно добился чего я хотел если целенаправленно в принципе я хотел чтобы они туда войск побольше закинули там куча фронтов образовывается пускай что-то там они бьют что блин это я не очень хотел они здесь оказались это хороший вопрос но мы идем вот так и господи нас нас здесь перемалывают конечно но у нас хотя бы теперь есть шансы что-то камбэкнуть ну и так вот сейчас будем воевать растягивать их и побеждать где можем хотя вот видите здесь допустим мы можем выиграть битву так что нам надо просто чтобы прокали хорошие битвы и модификаторы полагаю здесь мы все более-менее держим 200 австрийцев мы держим вообще вот здесь вот и меня это устраивает здесь мы вообще скоро на территорию Австрии перейдем если не вот этой битвой ну-ка да отлично на территорию Австрии мы зашли здесь мы так нет сюда мы не идем товарищи этих нельзя капитулировать вот здесь вполне себе ловушка джокера так называемая получилась вот эта только мне не нравится какой скорость они здесь захватывают территории но в целом в целом ладно все войска засплитались стало чуть получше в целом окей потому что мы также заходим в Австрию например такими темпами там еще инфраструктура должна быть тонна в принципе как и здесь технически ну нормально нормально здесь у них целей войны нет хотя бы у нас там есть и вот оно мы все пробиваемся дальше и дальше возможно мы даже батальон заполнили хотя это не точно и мы уже взяли Вену снова сюда получается Австрия должна через какое-то время капитулировать я полагаю потому что она все туда войска не перебрасывает о перебросила куда-то непонятно куда здесь их нету здесь нету тут нету загадка шака фреска где австрийцы причем реально но они же где-то есть а жесть у них батальоны сокращаются что именно это происходит здесь они сокращаются окей где австрийцы так что это они хотят в субсидировании зарплат может я с этой экономикой умру это они просто с ивентов насобирали да давайте закон о бедняках профсоюзы получат плюс отношения и перестанут бухтеть где-то вы нужны промышленники в правительстве давайте их закинем плевать примерно как а что они хотят они селяне хотят вступить в партию свободы согласия допустим делаем так только чтобы сделать вот так только чтобы профсоюзы перестали бухтеть теперь мы сделаем ага ага ну ладно можно потерпеть слушайте вообще все отлично начало здесь работать я искренне не понимаю где австрийские войска может они с кем-то еще воюют неужели они в Бельгии если австрийские войска реально в Бельгии давайте я даже сохранюсь и перед концом серии я вам скажу в Бельгии или австрийские войска потому что мне безумно интересно и здесь у нас пробивается все отлично здесь у нас статус-кво как и должно быть ну что пора пора Австрии капитулировать представим представим Австрия сдавайся и вот она и сдалась плюс территории плюс репарации Австрия хорошо заплатит за эту войну и теперь мы уже можем собственно говоря заниматься вот этими территориями все здесь добивать но здесь уже проблем у нас конечно нету кто же все не успокаивает реально хотят субсидирование зарплат а мы не легитимное правительство в данный момент давайте станем легитимным давайте делаем субсидирование зарплат окей сейчас эта война подходит к концу я вам скажу что это была невероятно дорогостоящая для нас война и по уровню жизни мы упали и ввп у нас немножко дохленьким стал получили мы за эту войну не так много но такова цена прогресса когда вас синий любят а фишки вас любить в этой игре никогда не будут такова цена любого прогресса в этой игре по захвату сейчас еще Албания хочет отделиться но здоровая революция в Албании у нас кстати говоря очень солидно так территории очень слиточной промышленности было это очень неприятно сейчас для нас но я лишь постараюсь можно быстрее ее аннексировать надеюсь никто не должен помешать нам три полета не есть и давайте сейчас Албанию тоже добьем так и 12% поддержки политическое движение ну допустим но и тут никто не зашел достаточно быстро мы я думаю Албанию тоже покорим и мы вернули это ох какая тяжелая с того была сессия мы смогли три полета не присоединить мы смогли в России новые территории забрать хотя мы их не сильно хотели но они решили войти за какую-то херню на полуострове здесь ну османской перерасширяется но серии этих войн нас очень подкосило экономически я думаю в следующей серии мы будем не воевать а именно развиваться потому что ну it's time to stop с вами ребята был Дугай подписывайтесь если вы еще вдруг не подписаны лайки, комментарии все как обычно и до скорых встреч пока